В Украине есть специалисты, которые четко выявляют фейки и разбивают в пух и прах российскую пропаганду. Далее в нашем эфире Андрей Шаповалов, исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Так, главными нарративами, которые продвигала Роспропаганда на этой неделе, были вангования на контрнаступление вооруженных сил Украины, даже с конкретной датой. Посещение, конечно, Путиным, в кавычках, Херсонской области и прочее. Давайте пройдемся по этим пропагандистским фейкам подробнее. Хочется ваше мнение услышать о этом нечто, что было якобы на херсонском направлении. Как показывали якобы Путина, якобы в Украине пропагандистские каналы, и многие ли поверили в этот клип? Верят, если нужно верить в статистике российской, там процентов, наверное, 80 тому, что показывают, относительно присутствия Путина в Херсоне. Но мы же понимаем, да? Эта история больше реактивна. Стареющий, бряхлеющий лидер страны-лузера сегодня пытается угнаться за молодим энергичным президентом Украины, который противостоит абсолютному злу. И все попытки сыграть на этих контратаках, они только делают еще более смешной эту ситуацию, еще более комичной. То есть его просят о снарядах, которых не хватает на фронте, а он привозит им кону. Вот. Он едет якобы на передовую, в то время, когда президент Украины находится в Авдеевке. Вот. Их бункерный фюрер, он посещает Луганск, который там в 100 километрах от линии соприкосновения, если не больше, находится. И при этом пытается натянуть на себя какое-то такое одеяние начо. Ну, все это истории плохие с точки зрения вообще и подготовки, и реализации. Но российская публика это съедает. И мы видим, как они питаются, какой информацией они питаются. И, наверное, и выхода-то у них на сегодняшний день, кроме как проснуться, не существует. Но просыпаться боязно, просыпаться небезопасно, потому что, когда у них откроются глаза, они посмотрят на то, что все натворило. Их власть, ими избрана, с их позволения, ну, я думаю, что проотрезвление будет крайне болезненным. Андрей, расскажите, а как реагируют пропагандистские СМИР из России, скажем, на вот вчерашние пресс-генсека НАТО в Киев? Как они реагируют на изменение концепции Альянса с оборонительной, наупреждающей уже? Они как-то в том же духе? Нам ничего не страшно, да? Смотрите, это очень интересная история. Они, как и на все, реагируют очень многовекторно. То есть, включая какие-то развлекательные ток-шоу, где выходит какая-то женщина, я говорю, что Столкенберг — это мой личный враг, потому что он у меня отнял детей. И вот эта рыдающая взахлёб студия, не понимая вообще, о чём идёт речь, начинает ассоциировать фамилию Столкенберга со злом. И это, в принципе, рассчитано на основную массу аудитории. Что касается более-менее вот этих Z-фанатов, которые хоть как-то пытаются свести концы с концами в этой сумасшедшей спецоперации, то для них прокремлёвские СМИ, они, конечно, всеми силами пробуют дискредитировать итоги визита Столкенберга. И акцентирую внимание на якобы неудачных его результатах, а именно о том, что этот визит прощальный, ничего не решает. Приглашение Зеленского на Вильнюсский саммит — это просто формальность. И кроме стандартной фразы о поддержке и долгосрочной поддержке НАТО Украины, Генсек не называет никакой конкретик, вы не говорите ни о каких перспективах. Но на самом деле мы же все видим, что по словам Генсека перспектива членства Украины в Альянсе как раз и будет предметом обсуждения в предстоящем саммите в Вильнюсе. А западные союзники, они всеми силами пытаются доказать о том, что НАТО с Украиной, и НАТО с Украиной будет до конца. И напомню, что Нидерланды, Дания уже объявили еще 14 танковых леопард США в очередном пакете помощи. Все их фейки, вся их ложь, она разбивается просто о реальные факты, которые россияне просто не хотят слушать, как вот эта обезьянка, да, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Но, к сожалению, такую позицию в современном мире занимает, ну, по меньшей мере, и глупо. Да, и пытаются же дискредитировать всю эту военную помощь, которую нам оказывают союзники. Вот сегодня происходит очередная встреча в формате «Рамштайн». Снова обсуждается необходимое вооружение для Украины, для успешного контрнаступления и победы над российскими захватчиками. И известно, как на все эти поставки танков, тяжелого вооружения, как реагируют пропагандисты. Они же говорят, что эта техника неэффективная, там, танки бумажные, БМП картонные. Ну, судя по всему, это все, что они могут противопоставить, учитывая то, что уже с пьедесталов снимают старую ржавую советскую технику. Чем дальше заходит эта ситуация, тем менее и менее эффективной становится пропаганда. То есть, ну, сложно сегодня утаить то, что король голый, сложно сегодня утаить то, что вторая армия мира, которая собиралась там поработить НАТО, уже год воюет под Бахмута, ну, глядаром. Вот, причем все это сопряжено вот с теми зверствами, с тем абсолютно каким-то дикарством, как ведет себя эта армия. И что самое главное, с абсолютным отсутствием вообще какой-либо мотивации. Ну, чем дальше, тем сложнее самим российским генералам пояснять их воинам, а что они, в принципе, делают в Украине. А от кого они освобождают, в принципе, чужие им земли. И, ну, хочется верить о том, что, ну, в какой-то момент повторится там история столетней давности, когда вот их воины условные, там, мобилизованные, просто соберут вещи и пешком пройдут в свои далекие края, там, Сибирск или какие-то еще, откуда они пришли. И непонятно, зачем сюда. Ну, вернее, понятно, они хотели убивать, грабить, безнаказанно насиловать и всячески порабощать. Но все протагонтические истории, которые им пытались сбить голову на протяжении этого времени, они разбились о суровую реальность. И то, что происходит год уже на линии соприкосновения, как нельзя лучше говорить, а вот этот контрнаступ, про который все слышали. То есть, чем дальше о нем мы говорим, тем больше морально-психологическое идет истощение, потому что, ну, нет ничего хуже смерти, чем ожидание этой смерти. Поэтому они находятся сейчас в состоянии ожидания смерти. Да, и, наверное, как следствие, вот это падение бомбы в Белгороде, да, тоже сложно это утаить, происшествие. И, скажите, вы наблюдали, как реагировали пропагандистские СМИ на это происшествие, когда сам же российский бомбардировщик атаковал и сбросил бомбу полуторатонную, которую готовились сбросить на Харьков? Они вообще пытались как-то хоть переложить на Украину это происшествие? Или, наверное, взвесили? Тут, с одной стороны, признать, что ПВО нету не работает, а с другой стороны, что вот такие вот страшные ляпы происходят у них в армии. Ну, в данном случае они все это проглотили, и, наверное, единственный был момент в этом, в том, что не было жертв. Ну, может быть, скрывают, кто знает, судя по воронке и по взлетевшим машинам. Да, отсутствие жертв, какой-то вот такой резонансовости, наверное, для них послужило поводом взять эту ответственность на себя. Хотя, там, за несколько минут до этого взрыва во всех их там зэк-пабликах они ликовали о том, что, во, они сейчас как дадут, туда куда-то вон уже не давали. Ну, понятно, что бомба летела в район Харькова и должна была взорваться там. Но, опять же, то ли в силу того, что истощаются ресурсы, действительно, ну, приходят в упадок там ВПК, то ли в силу каких-то патриотически настроенных по отношению к Украине их технических бортинженеров, то есть они там не докрутили какую-то гайку на этой бомбе, чтобы она не долетела до Украины. Возможно, бортинженеры с Харькова, ну, которые понимают. Эти же территории, они, ну, так или иначе, связаны какими-то, связаны за эти, там, десятилетия, столетия. И вот эта путинская, людоедская война, она, ну, на самом деле, придет прозрение того, что они натворили, что они наделали. Кому-то раньше, кому-то позже. Возможно, кому-то вчера пришло это прозрение, и бомба не долетела до Украины. Что касается зет-патриотов, да, они ликовали, они веселились, но буквально, там, через несколько минут уже прослезились и начали спешно подтирать свои комментарии, но это уже не имеет никакого смысла. Ну, и тем не менее, стараются как-то успокаивать население на временно оккупированных территориях. Как упражняется в фейках так называемая власть в Крыму? На фоне того, что россияне, понимая неизбежное, вот такие даже в том числе происшествия, как в Белгороде, уезжают с нашего полуострова, в магазинах продаются бронежилеты и каски, на пляжах, мы знаем, роют окопы. Что новенького от Константинова и Аксенова для успокоения местной крымской публики? Ну, чтобы хоть как-то там сдерживать сегодня эти панические настроения, от плохой деоккупации, условно, на 23-й год, глава их оккупационной администрации утверждает, что они, создавая вот эту линию обороны, действуют нестандартно и со временем вот она все не понадобится, туда просто они будут вводить экскурсии. Что касается вывоза военным руководством и там влиятельными какими-то коллаборантами своих семей в Россию, но это не утаить и это только усиливает парнику, особенно нервничают украинцы с российскими паспортами, которые осознают, что даже если они не участвовали в боевых действиях, ну, они так или иначе будут привлечены к ответственности за госизмену. Особенно нелепо, наверное, на этом фоне выгодит утверждение Аксенова, что все в порядке, все хорошо, готовимся к туристическим объектам вот этим, линии обороны. И самое страшное, наверное, для крымчан на сегодня, это угроза уничтожения Крымского моста, то есть вот это перерезание сухопутного коридора и отсутствие моста, оно может превратить Крым в ловушку для россиян. И, конечно же, они боятся и ракетных ударов по военным объектам в Крыму. Скажите, а на этом фоне вот те наши территории временно оккупированные, да, там, левобережная часть Херсонской области, Запорожская область, Донбасс, скажите, там, где нет доступа к украинским средствам массовой информации, что, какую картинку информационную подают людям, что рассказывают, чтобы сбить их с толку? Вот ничего не поменялось с 14-го года на самом деле. Это, конечно же, о том, что их обстреливает в СССР, и, конечно же, это фейки о зверствах вооруженной силы Украины на фронте для того, чтобы дискредитировать руководство. Я думаю, после того, как эти вагнеровцы дали интервью, уже что-либо писать о зверствах в СССР, но это уже просто смешно. Вот кто зверствует. На временных территориях, на временных оккупированных, не настолько критическая ситуация с информированием, хотя она и есть сложная, но правду россиянам не удается утаить. Так, Андрей, мы вас не слышим. Я говорю, мы не имеем доступ, украинцы, к одним из первых способов заразаться в массовой информации, в детстве в массовой информации. А люди, которые живут в проукраинской позиции, их практически невозможно подвозить в информационную булбашку. Что касается ждунов, они все равно будут брать информацию только из источника врага, и с ними еще предстоит работа после деоккупации, и в том числе по информационной дезинтоксикации вот ихнего головного мозга. Не так сложно, но с этим придется работать. Андрей, там что-то со звуком случилось, куда-то микрофон у вас повернулся. Скажите, пожалуйста, и что еще возмущает? Мы уже часто очень слышали, как россияне в том числе оставляли растяжки на кладбищах, понимая, что вот поминальные дни, украинцы пойдут почтить память погибших или умерших своих родственников, чтобы и там тоже погибали. Обстреливали очень часто кладбище. А сейчас пропагандисты пишут, что якобы в Украине посещение могил военных стало платным. Это для чего? На кого это ориентировано? Прокомментируйте, пожалуйста. Чем более адская вот эта ложь, тем легче в нее поверить. И это приписывает фразу Гибельсу, хотя она... Они хорошо усвоили уроки Гибельса, скажем так. Поэтому вот эти абсурдные заявления, которые им дополняют безумными фейками о запрете видеосъемок на кладбище, о запрете посещения кладбища, ну, вся эта кампания, она направлена на диспредитацию военного руководства страны. И подобными фейками они пытаются так или иначе манипулировать мирными жителями Украины. Что ключевое и наиболее интересное, они ведь работают по принципу зеркала. И если чуть глубже посмотреть эту историю, мы можем понять, что подобное происходит именно у них, именно на их кладбищах. Сейчас стараются не допускать людей с видеокамерами, чтобы все не просачивались. Вот эти там многокилометровые новые могилы, украшенные венками Вагнера, которые говорят, там, или просто венками, или российскими флагами, что говорит о колоссальных потерях в человеческом ресурсе россиян и с абсолютным отсутствием, еще раз, мотивов, для чего эти люди погибли и ради чего, и что они несли. Да, ну это же у них же этот лозунг был, мы тоже говорили, купи два гроба, третий в подарок. То есть у них этот бизнес на смерти просто процветает замечательно. Поэтому бог им судья. Скажите, а еще, конечно, рассмешило тоже то, что они раскручивают сейчас в своих этих пабликах, что у бойцов Вооруженных сил Украины якобы нашли супербактерии, устойчивые к антибиотикам. Инфекции, найденные в костях и мягких тканях, оказались очень сложными для лечения из-за супербактерий, которые не воспринимают популярные антибиотики. Это что? Это они так оправдывают вот эти свои больные фантазии про якобы секретные биолаборатории, что вот, наверное, дальше развивают эту мысль, что якобы вот такие теперь супербактерии у наших военных. Я не ученый, но, скорее всего, речь идет именно о новых супербактериях, разработанных старыми натовскими лабораториями, которые сначала американцы построили, потом увезли, потом привезли и продолжили старые опыты на украинских бойцах. Нет, нет, это боевые комары покусали наших, да, вот так. Потому что потеплело, пошли боевые червяки, вот, по черным пакетам. Ну, при отсутствии каких-либо значимых событий, которые можно продать россиянам, ну, даже не как победу, а какую-то фиксацию, российские пропагандисты, они вот, ну, ничего нового не могут выдумать. И вот старая песня о главном, это же, ну, это символ всей этой страны. То есть при отсутствии вообще более-менее какой-то новой мысли, что мы делаем, мы достаем из чемодана старое и пытаемся выдать его за новое. И когда мы в начале разговора говорили о том, что кто-то в Беларуси придумает фрейки для того, чтобы их распространять, я вполне могу допустить это, потому что, ну, отсутствует абсолютно вот эта серая субстанция, под названием мозг, которая может сгенерировать, ну, вот что-то после всего того, что они натворили. То есть на сегодняшний день я бы им посоветовал единственное, что сесть и подумать, о чем они будут говорить в Гааде. Ну, когда им придется отвечать за все свои вот эти информационные преступления, которые иначе, как информационным терроризмом, на сегодня назвать нельзя. То есть не добиваясь результата обыкновенным терроризмом, они занимаются информационным терроризмом и против своей страны, и против Украины, и против всего мира. Ну, не понимая того, что они не добьются, и повторения там 99-го, 2000-го года, когда они взрывали у себя там здание для того, чтобы создать информационную вот эту бульбашку, благодаря которой абсолютный маньяк пришел к власти и уже 20 с чем-то лет руководит этой страной. Вот. Повтора такого больше не будет. Ну, не знаю, что я уверен точно. Это правда. Спасибо. Спасибо за этот разговор. Андрей Шаповалов, исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо за вашу работу. Спасибо.